Реальные задачи и проблемы, именно их решали участники третьей международной научно-практической конференции, прошедшей в Стерли-Тамаке и организованной башкирской содовой компанией. Специалисты, ученые обсудили состояние отрасли, в своих докладах затронули наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием производственно-технологического потенциала в сегменте выпуска кальцинированной пищевой соды, хлора и каустика, модернизации и экологии. Конференция значимая, наверное, и для работников башкирской содовой компании с точки зрения развития, так и значимая для студентов и преподавателей нашего учебного заведения. Для работников башкирской содовой компании чем она значима? Потому что она задает некий тренд, направление, в которое надо двигаться к компании. Один из ключевых вопросов форума – создание химической промышленности, конкурентно способной и устойчивой к влиянию внешних факторов. Пройти этот процесс наиболее эффективно, считают в руководстве БСК, поможет объединение целого ряда родственных и взаимосвязанных предприятий химической промышленности в кластеры. Также этот шаг позволит восстановить производство целого ряда выпадающих из-за санкций химических продуктов. Это как раз-таки та основа взаимодействия различных технологий, процессов и производств, которые позволят максимально использовать синергию, промышленную кооперацию, чтобы наши российские, именно российские предприятия были очень конкурентоспособными, выпускали ту продукцию, которая реально востребована в наше время, и самое главное, конечно, обеспечили так называемое импортозамещение. В конференции приняли участие не только представители академической науки, но и предприятий, с которыми башкирская содовая компания уже успешно взаимодействует в рамках кооперации. Это Стерль-Тамакские СНХЗ и Синтаскаучук, Березняковский содовый завод, Титановые инвестиции и Крымский содовый завод из Республики Крым. Я участвовала в секции номер один, которая относится к экологическим вопросам. Например, я сейчас узнала о том, что все-таки на территории БСК существуют научно-производственные исследовательские, в котором, я думаю, нам точно так же с нашими вопросами, у нас очень злободневно стоит вопрос именно с размещением отходов производства, то можно, скорее всего, обращаться, наверное, я думаю, что коллеги нам не откажут в помощи. Помимо пленарного заседания в рамках конференции прошли и секции по профильным для химической отрасли вопросам. В них эксперты и специалисты представляли свой взгляд на ту или иную проблематику. В частности, вопрос экологии – всегда актуальная тема, ведь и БСК, и другие предприятия заинтересованы в улучшении экологии, как в регионе, так и в мире. То есть нам поступило предложение поучаствовать в конференции. Это огромная возможность для обмена опытом, показать себя, наладить какие-то контакты, то есть чтобы в дальнейшем можно было взаимодействовать с таким большим предприятием. А тема моего доклада была в том, чтобы ознакомить слушателей с нашим озером, то, как мы следим за его состоянием и как наше производство не влияет на его характеристики. Активное участие в конференции принял и молодежный совет БСК. Молодые специалисты компании представили свой взгляд на актуальные вопросы, касающиеся как деятельности предприятия, так и химической промышленности в целом. Это очень хорошее начало для научной деятельности. Развиваемся умственно, общаемся, раскрываем различные актуальные темы для предприятия. Вчера я выступала в секции промышленной экологии и утилизации отходов. Это очень значимая тема для предприятия. Труд ученых на конференции не остается незамеченным. Автор наиболее емких, актуальных и качественных работ получили денежные сертификаты и, конечно, внимание студентов. Ведь именно молодое поколение в дальнейшем будет воплощать и развивать идеи своих старших коллег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова